Мы с вами сейчас находимся на улиточной ферме. Это наш семейный бизнес. Мы его начали организовывать в 2019 году. Бизнес развился, скажем так, с небольшого хобби. И на сегодняшний день мы уже имеем потомство около 4 тонн. А вот в естественных условиях на территории Беларуси средиземноморские улитки Хеликс Асперса Максима и Хеликс Асперса Мюллер не встречаются. Нам знакома только их родственница – виноградная улитка. Сейчас одна взрослая особь средиземноморской гости откладывает примерно 100 икринок, из которых разовьются новые особи, либо будет изготовлена икра. После того, как улитка залезла в землю, это говорит о том, что она там будет сейчас откладывать икру. Немножко нужно подождать, около одного дня она сама вылезет после того, как отложила икру. И потом в контейнерах у нас остается вот такая вот улиточная икра. Мы ее, соответственно, собираем очень аккуратно, потому что это будущее наше потомство, будущее наше улитято. И, соответственно, собираем в лоток. Икру улитки еще называют джемчугом афродиты. Под защитной оболочкой содержится множество ценного белка, а также 36 важнейших макро- и микроэлементов. К слову, это в 10 раз больше, чем в икре рыб. И это далеко не все плюсы разведения улиток. Ведь кроме пищевой промышленности, они также представляют ценность для косметологии и фармацевтики. Несмотря на большие перспективы, а это заинтересованность экспортеров, есть и минусы в виде большого аппетита моллюсков. А поэтому крайне важно найти комбикорм по разумной цене. И в этом вопросе фермерскому хозяйству, как и обещал в ходе прямой линии, помог губернатор области Юрий Шулейко. Хочу отметить, что позвонили очень оперативно от Юрия Витальевича с предложением решения данного вопроса по данной зерновой культуре. Частично он уже решен. Тритикалий есть, предложение допустимое, цена хорошая. Но вот ждем еще предложение по кукурузе. Потому что также она является тем ингредиентом, который входит в состав забалансированного комбикорма, который применяется при кормлении данного вида улиток. Обеспечить правильное питание моллюскам очень важно. Ведь страны Евросоюза предъявляют достаточно высокие требования к улиткам, которых в последующем будут использовать в кулинарных целях. Есть особый перечень требований. Они стандартные по весу улитки, по размерам улитки, по толщине панциря, по формированию губы улитки. Губа улитки – это концовочка ее панциря. Чтобы она была твердая, чтобы она была замкнута, соответственно, не сколота и так далее. То есть есть достаточно много требований. И, безусловно, вот за три года, вот сейчас третий наш сезон, мы будем стараться достичь того уровня качества, который от нас требуют наши партнеры. Уже сегодня в семье Пилипчук не только разводят улиток, но и умеют готовить различные блюда из моллюска. Угостили ими и нашу съемочную группу. Эскарго – это традиционное французское блюдо, непривычное для белорусов. Ну а я буду пробовать это блюдо впервые. Для этого необходимо подеть моллюск в раковине. Ну и, собственно, вы знаете, вкус чем-то напоминает грибы. Не знаю, как на вкус лягушки, но после дегустации можно сделать вывод. Насчет улиток французы были правы. Ведь, несмотря на то, что живые улитки выглядят совсем неаппетитно, в готовом виде это достаточно вкусно.